Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялось заключительное в этом году 55-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. 23-й год будет ровно таким же напряженным. Сады, школы, больницы, благоустройство. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд. Трезвый водитель. Водители нормально, адекватно реагируют, потому что прекрасно понимают, что водитель в состоянии алкогона опьянения – это просто убийца на дороге. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошла традиционная елка на воде. Какой принц? А какой? Ваш сын? У меня нет сына. У меня нет. Состоялось заключительное в этом году 55-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На повестке стояло всего два вопроса, касающихся финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета и кадровой политики. Сначала депутатам предложили внести изменения в бюджет Ленинского округа на будущий год. В нем теперь будут предусмотрены дополнительные средства в размере более 236 миллионов, выделяемых на благоустройство. Основные изменения, которые мы предлагаем внести, они связаны с условием ГУСТа по формированию муниципального задания по уборке территорий в соответствии с нормативами, которые нам доведены. Вторым решением депутаты ввели в штат администрации округа должность консультанта, в задачу которого будет входить финансовый аудит. В конце заседания перед народными избранниками выступил глава Ленинского округа Алексей Спасский. 23-й год будет ровно таким же напряженным. Сады, школы, больницы, благоустройство, капитальный ремонт, дороги, вот все, что происходит. Погода подбрасывает нам сюрпризы, но от этого мы будем только крепче. Спасибо огромное за совместную работу и с наступающим Новым годом. В следующий раз депутаты соберутся уже в новом году. Декабрь – традиционное время подведения итогов года, когда представители всех уровней власти рассказывают о выполненных наказах избирателей. Наш следующий материал о работе муниципального депутата Гаджимурада Гаджимурадова. Год сложный, но, безусловно, плодотворный. Так описывает уходящий 2022-й депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурад Гаджимурадов. Уже более трех лет он трудится на благо жителей Расторгуевской части Видного, а также деревни Спасская. Работая с избирателями, я считаю, что многие задачи удалось решить, что-то мы сделали за дел на будущее, где-то мы заложили проектирование в бюджет округа. Без этого тоже нельзя значимую работу проводить. Проблемы жителей, они тоже у нас на контроле, у главы, у депутатов округа. Сегодня народный избранник встретился с жителями дома номер один по улице Ольгинской. Именно этот адрес – одна из главных побед года. С момента строительства дома здесь ни разу не проводился ремонт коммунальных сетей. За долгое время трубы проржавели и пришли почти в негодность. В 2022-м совместными усилиями депутата Гаджимурадова, территориального отдела Расторгуева, администрации Ленинского городского округа, инженерные коммуникации были заменены. Километры труб канализации, водоснабжения, горячего и холодного отопления – такого капитального ремонта сетей жители этого дома ждали почти 50 лет. Полная замена труб заняла всего лишь один месяц. Все не отличного качества, без каких-либо нареканий. Тем не менее, небольшие недоделки по дому остались, и работы на Ольгинской-1 будут продолжены. У нас периодически возникают проблемы. Там надо то акт по дому составить, то еще что-то трудности, то попасть на прием куда-то. Мы обращаемся к Гаджимураду Магомедовичу. Вот он нам помог составить на инженерные коммуникации акт, что они у нас изношены на 75%. Потом он нам помог попасть на прием в администрацию по отдельным вопросам. Сейчас мы к нему опять обращаемся с просьбой помочь. Ну, как бы он помогает нам. Записаться на прием к депутату Гаджимураду Гаджимурадову можно по телефону «Плюс семь четыреста девяносто пять пятьсот сорок восемь сорок четыре ноль ноль». Или просто узнать номер его мобильного у любого активного жителя Расторгуева. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели рейд «Трезвый водитель». По каким признакам инспекторы определяют алкогольное опьянение и что за меры наказания предусмотрены для нарушителей, выясняла Юлия Погасьян. Сотрудники госавтоинспекции отмечают, в преддверии новогодних праздников количество нетрезвых водителей увеличивается. Один из способов борьбы со статистикой – профилактика, которой полицейские занимаются на регулярной основе. Например, сегодня в Видном состоялся рейд, нацеленный на выявление автолюбителей с признаками алкогольного опьянения. Водители нормально, адекватно реагируют, потому что прекрасно понимают, что водитель в состоянии алкогольного опьянения – это просто убийца на дороге. Поэтому некоторые говорят, да, правильно, проводите. Выявление нарушения происходит в несколько этапов. Сначала инспектор визуально оценивает состояние водителя. Неадекватное поведение, запах алкоголя, потеря координации движения. При малейших подозрениях на опьянение автолюбители направляют на медицинское освидетельствование, а машину забирают на штрафстоянку. Во-первых, он себя подвергает, свою жизнь, жизнь других участников движения. То есть это просто категорически причину, мне кажется, и все. За полчаса, которые наша съемочная группа провела рядом с инспекторами, было остановлено более 50 автомобилей. Нарушителей не выявлено. Юлия Погасенко, Дил Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Сегодня у нас в студии начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дешкин. И мы поговорим об итогах работы за 2022 год. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Расскажите, какая ситуация с пожарами была в этом году в муниципалитете? На территории Ленинского городского округа на сегодняшний день произошло 353 пожара. В прошлом году пожаров было побольше, 370 пожаров, прошу прощения. И снизились мы почти на 5%. Однако по гибели в округе сложная ситуация сложилась, потому что в этом году на пожарах погибло 9 человек, из них трое детей. Мы неоднократно упоминали об этом случае, трагический случай. Поэтому вот такая ситуация. Буквально позавчера гибель произошла в сторожке гаражного кооператива. Пожилой мужчина погиб при пожаре. И наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное вращение с огнем при курении в данном случае. Как я уже сказал, 9 человек погибло в этом году. В прошлом году было всего 4 человека погибло. Поэтому мы здесь очень сильно скакнули. Более чем в два раза. А с чем вы связываете такую неутешительную тенденцию? Ну, вы знаете, конечно, вот этот случай с гибелью трех детей, он, соответственно, увеличил сразу. В одном случае погибло 3 человека. Ну, и в этом году немного, если брать по аналогии с прошлым годом, все-таки холода пораньше наступили. И, в общем-то, вот такая сложилась ситуация. Начали, потому что предыдущие пожары там у нас зафиксированы. В случае гибели, где причиной послужило именно электронагревательные приборы неправильно эксплуатировались. Поэтому вот такая вот ситуация сложилась. Ну, по травмированию людей на пожарах. В прошлом году у нас 9 человек было травмировано на пожарах. В этом году также 9 человек травмировано на пожарах. Поэтому, знаете, вот в преддверии Нового года и Рождества мы понимаем, анализируя прошлые годы, понимаем, что в праздничные дни возникает вероятность возникновения пожара. Она более вероятна. Давайте, чтобы не ухудшить эту статистику, которая и так не очень хорошая, напомним нашим зрителям о мерах пожарной безопасности в этот период, который обостряется, наверное, в новогодние праздники. Да, в новогодние праздники. Дело в том, что идет, конечно, где-то, ну, человеческий фактор в первую очередь. Где-то беспечность, где-то несвоевременная. Не следят за электрооборудованием, за электроприборами, за электропроводкой. Халатная топка печей – вот это самые такие наиболее часто встречающиеся случаи причины возникновения пожаров. На что стоит обратить внимание? Значит, знаете, самое основное – это не перегружать электросети. Тоже уже неоднократно говорил, наша электропроводка, особенно в старых домах касается, конечно, она выполнена там для одного телевизора, холодильника, ну, еще какого-то прибора, электроприбора. А сейчас у нас в обиходе очень много электроприборов. Микроволновая печь, стиральная машина, телевизор не один, холодильник не один в доме. Нагрузка на электросети увеличивается, и поэтому возникают пожары из-за перегрузки электросети. Поэтому необходимо менять вовремя электропроводку. Следить за электрооборудованием в обязательном порядке. Как я уже говорил, топка печи, она должна, дымоходы печи, современно очищаться от сажи, не реже одного раза в три месяца, перед началом отопительного периода, потому что все равно у нас дачные дома очень много используются, вот именно отопливаются печным отоплением в садовых товариществах. А в новогодние праздники жители Москвы, ну, и жители нашего округа, также приезжают на праздники на нашу территорию, соответственно, отапливаются, ну, вот происходят пожары. А что касается запуска пиротехники в новогодние праздники? Значит, пиротехника запускать можно, но с соблюдением определенных требований. Это запускать пиротехнику можно на расстоянии не менее 30 метров от стояний сооружений и от людей, соответственно. Значит, пиротехнические изделия должны быть в обязательном порядке сертифицированы. У нас на территории округа определено 25 площадок для запуска пиротехнических изделий первого-третьего класса опасности, ну, которые в розничной торговле у нас продаются. Поэтому необходимо вот именно там запускать. Не надо запускать с балконами, в коем случае запрещено запускать с балконов на территории пожароопасных объектов, ну, на крышах и так далее. А где можно найти список этих площадок? Значит, список этих площадок, во-первых, на сайте администрации Ленинского городского размещен. Будет размещен дополнительно в газете «Видновские вести» и в том числе на сайте Главного управления в честь России по Московской области. Ну, еще один момент я вот хочу добавить, что к тому, что вот я перечислил, необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, обезопасить себя еще вот такими автономными дымовыми пожарными извещателями, особенно это касается домов частных, они спасли не одну жизнь. Вот, поэтому вот такой у них смысл работы. Ну, и, конечно же, первичные средства пожаротушения – это огнетушители. В обязательном порядке необходимо, чтобы они у вас были в домовладениях. Ну, будем надеяться, что праздники пройдут гладко, и все-таки до конца года остается несколько дней, и у вас сейчас есть возможность поздравить наших зрителей не только с наступающим Новым годом, но и также с вашим профессиональным праздником. Да, действительно, 27 декабря будет отмечаться 32-я годовщина создания нашего министерства, поэтому от души поздравляю, в первую очередь, ветеранов службы, ну и, конечно, коллег с этим праздником, а жителей и гостей Ленинского городского округа с новогодними и рождественскими праздниками. Желаю здоровья, благополучия, удачи, берегите себя. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. От себя тоже поздравляю вас с наступающими праздниками. Я напомню, что у нас в гостях был начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дешкин. В копилке наград Ленинского городского округа пополнения ученица Видновской гимназии Милослава Ус заняла первые места на Кубке Москвы по гиревому спорту в личном и парном разряде. Наша съемочная группа встретилась с победительницей. Сложно поверить, но в снаряде, который с такой ловкостью и, казалось бы, легкостью подбрасывает эта хрупкая девушка 8 килограммов. В гиревой спорт Милослава Ус пришла в 13 лет. Ее папа – учитель физкультуры Видновского художественно-технического лицея и руководитель школьно-спортивного клуба силовых видов спорта поддержал решение девушки и стал ее первым тренером. Я сам заниматься начал, да, решил, то есть я попробовал вообще функциональность гиревого спорта, оценил его на себе и решил привить детям. Решил попробовать, ну, захочется, не захочется. Сейчас в Милославе 16. На ее счету множество побед на московских и российских соревнованиях. Причем не в классическом направлении, а в гиревом жонглировании, которым девушка загорелась после посещения мастер-класса старшего тренера сборной Москвы Оксаны Никифор. Впоследствии именно она стала наставником Милославы. Классики – это просто монотонная работа, постоянная, очень долгая. А в жонглировании есть элементы хореографии, и для меня это легче. Три раза в неделю гиревое жонглирование, три раза в неделю функциональные тренировки в секции на базе ВХТЛ. Сейчас Милослава уже кандидат мастера спорта. На днях девушка вернулась с Кубка Москвы и вновь не с пустыми руками. Она заняла первые места в личном и парном разряде. Жонглирование развивает именно больше координацию и ловкость, из-за того, что у вас постоянные обороты, и вам нужно очень внимательно следить за гирей. Ну и, конечно же, это тоже, чтобы жонглировать, нужна еще и сила. Самое главное, конечно, это координация, потому что это сложный координационный вид спорта. Требуется постоянно двигаться. Гиря имеет смещенный центр тяжести, она вас за собой тянет. Вам приходится постоянно под нее подстраиваться. Это броски на несколько оборотов. Вам приходится вертеться, приседать. Довольно-таки динамичное выступление длится примерно 3-4 минуты. В ближайших планах увеличить количество оборотов до 4-х. Абсолютный рекорд по этому виду спорта – 5 оборотов. И завоевать победу на первенстве России, которая пройдет в феврале следующего года в Томске. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошла традиционная елка на воде. Для своих воспитанников педагогический состав бассейна подготовил новогодний спектакль под названием «Сказка без подсказки». Актерским мастерством тренеров по плаванию наслаждалась и наша съемочная группа. Новогодний спектакль на воде стал уже традиционным в центре «Дельфин». В этот раз артисты рассказали волшебную историю с интригующим названием «Сказка без подсказки», которая была наполнена приключениями и чудесами. Мы эту сказку первый раз отыграли семь лет назад, и мы репетировали ее, если честно, только один раз. И как-то у нас прям так все замечательно вообще сложилось. Главные действующие лица – Дед Мороз, Снегурочка и вредная принцесса, которая перепутала все сказки. И теперь принц никогда не найдет золушку, а кот в сапогах не сможет одолеть людоеда. Я, принцесса, решила всем насолить, перепутала Дед Мороз и все сказки, а потом сама же все это расхлебывала. Какой принц? А какой? Ваш сын? У меня нет сына, у меня кора. А какие коты могут быть по характеру? Независимые, любят поспать, поесть, игривые и капельку героизма имеют долю. В спектакле также приняли участие воспитанники центра «Дельфин» и танцевальные коллективы муниципалитета. На физкультуре просто тренировались и учили этот танец. И вот мы сейчас здесь выступаем. Шестилетняя Катя Бернатович пришла на праздник с бабушкой. Девочка занимается плаванием с рождения. Мне очень нравится плавать. В бассейне так хорошо плавать, что даже вылезать. Не хочется. Мы сейчас ехали, и она говорит, я первый раз была в бассейне на елке. Вот, то есть неужели я попаду? Неужели я там буду? Так что для нее это большой праздник. Зрители отмечали потрясающую игру актеров, яркие костюмы и веселые диалоги персонажей. Мы окунаемся в такую беззаботную какую-то жизнь. Все забыли, все проблемы куда-то ушли. Все нам очень нравится. Каждый год бываем и каждый год получаем море удовольствия. К слову, педагогический состав «Дельфина» показывает увлекательные спектакли для своих учеников уже более 20 лет. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.